так наконец-то пришли мне сопротивление отставить конденсатор на 10 микрофарад и сопротивление на 100 килоом и я хочу поделиться с вами как я буду все это припаивать обратно на данную плату с вами георгий сновянко вы на канале сделал сам делюсь народом что я успешно пытаюсь это все и сделать схема вот она и мне необходимо сейчас будет установить вот эти раз два три но это наверное 0 1 и не заказывал я даже не знаю какая смысл его в этом может кто-то подскажет конечно в комментариях но я не могу понять он стоит параллели с 10 микрофарадами ну если параллельно кондеры стоят они просто увеличить получается 30 микрофарад и 30 0 1 микрофарада не понимаю вот честно говоря вот эту задумку китайцев не понял ну естественно поменять вот это сопротивление которое я снес даже сам не заметил как я его снес которые на 100 килоом это я заказал вот они пришли как видите вот этот клоп я уже его один раз потерял вот он лежит если вы видите потом и конденсаторы на 10 микрофарад вот такая патронтаж можно сказать ну с этим попроще я думаю будет а вот что касается вот с этим я пока не знаю как это все сделать его надо прилепить вот этот клопа вот этого даже меньше чем клоп раза в два мгновенно если кто видел клопов вот в это место так что приступим но я думаю на видео снимать показывать это смысла нету никакого потому что его ни черта не увидите и я ничего не сделаю так что все это будет за кадром ну а когда припаяю или не припаяю я с вами поделюсь так что приступим мелкоскопа у меня нету поэтому буду использовать вот такую вот это мне что отец часы ремонтировал ну так любительский он не мастер был по ремонту часов он был слесарь жестянщик ну так же как и я или я так же как он во многих областях разбирался так что вот он видите вот как видите этот через этот мелкоскоп увидеть вот этот вот этого клопа я бы пытаться вот сюда его и прилепить так вот а вы знаете можно было бы сделать даже это на будущее просто мне камера не подключается к монитору напрямую так что вот то место я его и сейчас припаяю ну все задача выполнена как видите сопротивление на месте так что если кто думает что это невозможно сделать даже вот такого клопа это самый принципе маленький с маленькое сопротивление которое наверное есть природе хотя может быть конечно еще какие то есть но это очень маленькое сопротивление и использовал видите только одно ну а заказал тут наверно штук стоек так что если такая возможность в смысле такая проблема возникнет то вы спокойно это можете выполнить ну а теперь буду паять вот эти конденсаторы я вот такую соорудил потому что там площадка внизу содрана здесь нету ничего поэтому я ножки припаял два проводка вот сопротивление кажется или от транзистора не помню потому что один почему-то у меня он загорел он два припаял не знаю какой здесь хороший плохой контакт и поставлю теперь еще три штуки и на этот уберу потому что этот непонятный у меня это я просто поставил лишь бы поставить чтобы он что-то у меня тут работал как-то работал а потом попробую вот эти три штучки спаять вместе и сюда поставить и возможно все это будет работать на следующий этап если не получится то должна прийти вот эта микросхемка я ее поменяю с помощью фена а то некоторые там умничать зачем тебе фен что вы задавали вопрос вот для этого мне фен да кстати обаял я вот этим баяльником вот этим баяльником продажала видите не совсем тонкая но если руки сильно не дрожат то принципе можно и 100 ватт им припаять шутка да все-таки хочу поделиться процессом как я паял значит ясно что он не очень маленький вот такой пинцетик у меня хотя к нему зараза прилипает вот это сопротивление ну просто прилипает но я взял паяльником залудил посадочные места затем взял вот такой флюс чуть-чуть нанес использовал как как клей или что-то в этом роде и пони на него посадил сопротивление посадил сопротивление затем паяльником прихватил с одной стороны и потом другой стороны и вот потом проверил потому что я перед этим кстати проверил есть сопротивление или нет какое-то не было и потом я поставил сопротивление проверил и вот как видите 99 и 8 100 килоом ну понятно погрешность прибора есть какая-то но всяком случае сопротивление которое здесь стояло я такое и поставил ну по подсказке конечно мотек уже самое понятие не имел какое-то сопротивление его снес и куда она делась одному богу известно куда-то улетела куда хрен его знает вот так ну все сопротивление заменили заменил точнее кондер и поставил ну теперь включим и посмотрим в прямом эфире так смотрим то дым еще пойдет она нет дым не пошел все запустилась так что можно сказать восстановил только необходимо будет час на него навесить внутри не 3 ампера потому что это он в пике 3 ампера сюда же вешается еще дополнительно помимо то что этот стабилизатор запитывает полностью весь контроллер он еще дополнительно ко всему прочему еще и периферия у него здесь вот 33 вольта внутри 3 вольта статьи их не задействуя вот четыре с половиной вольта на приемник тут 5 вольт на бузер снова тут 5 вольт на передатчик дальше 5 вольт на камеру здесь же тоже 5 вольт идет на gps приемник что еще здесь ну много чего идет ну 3 ампера конечно не потянет и внизу нету таких здесь 3 ампер но пике по идее он должен вот этот выдавать 5 ампер вот это я здесь нагородил конечно надо будет его это все чем-нибудь заизолировать каким-нибудь лаком и можно попробовать испытать людей испытать но и но все таки я его снова поставлю на коптер но имеется ну не летать а просто подключу все что можно подключить и попытаться выдержит данный контроллер или все-таки не контроллера стабилизаторе все-таки проблема стабилизаторе они у прошивки как я думаю продолжаем испытание данного моего устройства под названием контроллер f405 ctr я вам показал чуть выше что все это я припаял сопротивление поставил теперь надо испытать повесил на него всю эту периферию которая на него висела но я правда подключил такое питание приемник камеру передатчик бузер и приемник tbs crossfire но все остальное не подсоединял потому что на эту микросхему больше по большому счету ничего на не запитывает ну конечно сам контроль ну и посмотрим выдержит или не выдержит если сгорит ерундой больше заниматься не буду поставлю обыкновенный вот который метод есть вот такой его стабилизатор на 5 вольт он в пике тоже выдает 3 ампера как и этот этот клоп и будем жить таким способом я просто подсоединил я не думаю что я буду использовать на контроллере хотя всяко может быть интересно будет посмотреть и мне да я надумаю и вам так что все подаем питание и наблюдаем за всем этим безобразием да не все еще поэтому прорвусь я хочу все таки подключить мой мониторчик который я сделал я кстати переделал видите у меня теперь уже питание вот так и посмотреть что будет ну как чисто не то что будет будет передавать иначе будем ловить не будет передавать иначе не будем ловить поэтому отключаем пока мы паяльник мы подключаем монитор так все монитор заработал этот момент истины все прямом эфире как будет так и будет что получится то получится так подаю питание ну с богом бузер забузикался ничего то достал ты же меня но работает где-то мой контроллер температуры а отставить шеф я заработал с это заработал с а ну да работает вот он ведь он не греется это что-то подхрипывает бузер а так все рабочие не дымит не коптит так что тут еще она 29 31 ну пусть постоит посмотрим хотя бы минут пять-десять хотя передатчик конечно не охота же он меня по дырному он же греется как паровоз работает не дымит температура кондиоров 34 стабилизатора 34 все рабочие как как бы будет только передатчик немножко греется так процессор тоже нормальный все функционирует на этом пока заканчиваю демонстрацию как бы восстановил рабочий контроллер пролета полета 4 пролет точно получится у меня полета и в 405 ctr с вами был георгий славянка вы на канале сделал сам делюсь народом не забудьте подписаться комментарии написать что вы думаете по этому поводу ну и поставить палец вверх или вниз колокольчик не пропустить менять следующие ролики всего доброго до новых встреч на моем канале всем добра